Здравствуйте, ребята! Сегодня я с вами поговорю немножко об вакцинациях и медицинском осмотре для того, чтобы получить грин-карту. Многие из вас сталкиваются с такой трудностью, как заполнение формы I-485 или же петиции для получения грин-карты. Также эта петиция называется Adjustment of Status. Многие из вас спрашивали мне вопросы в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе, и я решила записать это видео, базируясь как-то на тех вопросах, которые очень часто задаются, которые иногда бывают спорными. Поэтому я создала список самых таких важных вопросов, и я сегодня буду на них отвечать. Единственное, я буду подсматривать свой телефон, поэтому не обижайтесь на меня, я просто не хочу ничего забыть. Итак, погнали. Первый вопрос. Какие документы медицинские нужны для формы I-485 смены статуса для получения грин-карты? В этих документах вы должны будете предъявить то, что у вас полностью есть медицинский осмотр и вакцинации, которые требует американское государство, чтобы вы получили грин-карту. Такие доказательства документов может быть форма DS-3025 или же та форма, которая выдается вам при окончании медосмотра для получения визы в Америку. Каждый из вас проходил этот медосмотр, и медицинский центр обязательно должен вам выдать копию ихнего заключения, копию иммунизационной, ну это иммунизацион card, да, то есть это карточка, в которой указаны все ваши вакцины. Вот, вот этот документ, он подходит и доказывает то, что вы полностью вакцинированы или там частично вакцинированы, что у вас был медосмотр, этот документ вполне подходит для петиции. Второй вопрос. DS-3025. Сколько по времени действительно эта форма? На самом деле, этот вопрос немножко спорный, но в официальных документах я нашла, что эта форма действует всего лишь 6 месяцев. После приезда, если она уже у вас просрочена, придется проходить заново. Третий вопрос. Что делать, если не выдали копию DS-3025, карту вакцинации с медцентра для визы? Или, например, вы ее потеряли? Это не проблема. На самом деле, очень многие, кто этим вопросом озадачены, потому что много кто или потерял, или же там не выдали ему эту форму. Это не проблема, потому что вы можете написать имейл или позвонить в медцентр, в котором вы проходили медосмотр для грим-карты, и они вышлят вам по имейлу копию данной формы. Поэтому это вообще супер. Они это делают. Это очень удобно и комфортно. То есть, многие, кто говорил, что надо заново там проходить civil surgeon и подтверждать все заново. На самом деле, нет. Намного все можно сделать проще. Просто напишите. Напишите в медцентр, и вам ответят. Дальше. Вопрос номер четыре. Что делать, если вакцинация в форме DS-3025 неполная? Not completed. Насчет вот этого вопроса, это довольно такой хлопотный вопрос, потому что CDC, это наподобие Минздрава американского, выдвигает определенные требования к иммигрантам. У них есть определенный список вакцин, которые вы должны иметь для того, чтобы получить грим-карту. Вы можете подать вот этот вот лист вакцин, который у вас есть с медосмотром, что он not completed. Но, скорее всего, перед интервью вы получите дополнительным шагом осмотр civil surgeon. То есть, скорее всего, вы будете дополнительно перед своим интервью, когда у вас уже вашу петицию одобрят и назначат интервью, перед ним пройти дополнительно civil surgeon, чтобы он вам выписал дополнительно все эти вакцины. И, да, вы обязаны иметь эти вакцины. Поэтому с этим ничего не поделать. Вот. И этого не избежать. Единственное, что я могу сказать, у меня еще дополнительно есть видео по, например, вакцине от COVID, как она повлияет на иммиграцию и что вообще делать. Вот. Так, следующее. Что делать, если... А, полный список вакцин рекомендованных CDC для получения грим-карты. Я, скорее всего, где-то вот в описании или вот сбоку оставлю вам полный список вакцин. И я также переведу их на русский язык, скорее всего, на звание этих вакцин, чтобы вам было проще. И мой вот личный совет из моего опыта. Не ленитесь перед... Если вы уже видите, что ваша петиция на визу, там, например, я приехала по визе K1, там некоторые могут приехать по другим визам, но я не знаю, вы должны вакцинироваться. Вот. Перед медосмотром постарайтесь вот сделать как можно больше вакцин. Еще такой нюанс. Некоторые вакцины, они есть бустерными. То есть для полной вакцинации нужно пройти несколько доз. Например, такие вакцины, как от гепатита, например, да. От гепатита А там две вакцины, от гепатита В это три вакцины. Вот. Например, и того же самого COVID. Тут в правилах есть исключения. Например, если вы подались уже на грин-карты, сделали хотя бы один бустер, то есть первый какой-то шаг, например, на тех же самых вакцин от гепатита, то вам, скорее всего, не заставят ждать, чтобы вы полностью сделали все вакцины. Потому что у них есть исключения по временным рамкам. То есть если человек до интервью не успевает пройти следующую вакцину, из-за того, что времени недостаточно прошло между дозами, тогда можно получить, это называется, вейвер. То есть можно этот шаг пропустить. Но CDC очень четко дает понять, что насчет всех остальных вакцин, они этот вариант принимают, но для вакцины от COVID нет. То есть все остальное входит в временные рамки, но CDC не принимает, если, например, вы сделали какую-то первую вакцину от COVID, и вам нужно, например, выждать определенное время, чтобы сделать следующую вакцину, следующий шаг, они скажут, ну нет, никакого интервью, давайте дальше проходите полностью от COVID все вакцины, прежде чем мы вам разрешили выдать грин-карту. То есть насчет COVID у них, конечно, очень серьезные требования. Так, следующий вопрос. Что такое форма I-693 и в каком случае ее нужно заполнять для Adjustments of Status? Adjustments of Status это форма I-485, если вы помните, для получения грин-карты. Эта форма создана специально для того, чтобы ее заполнял Civil Surgeon. То есть, если вы приехали в Америку, и у вас совершенно нет никаких доказательств вашей вакцинации, или же, например, ваши вакцинации не были полными, и вы, например, доделали в Америке уже какие-то вакцины, и вы хотите как-то документально это подтвердить и послать это все вместе с петицией, потому что в US-ES они не примут просто какие-то справочки от семейников или еще от кого-то с доказательством, что вы получили эти вакцины. Нет, они хотят именно вот эту форму. Эта форма предзаполняется вами, но подписывать вы эту форму будете уже напротив Civil Surgeon. Civil Surgeon это наподобие такого семейного врача, грубо говоря. И вы должны обязательно будете прийти к Civil Surgeon, который одобрен в US-ES. И на этом осмотре он уже вас осмотрит. У него есть определенные рекомендации по заполнению данной формы. Он будет ее параллельно заполнять, пишет все ваши вакцины, подпишет, запечатает конверт, и вы сможете это подать вместе с вашей петицией. А, вот тут очень важный такой вопрос. Ну ладно, это я в следующем вопросе выделю. Следующий вопрос это правила заполнения строки годности формы I-693. По правилам заполнения я вам немножко уже рассказала. Вот, насчет действительности данной формы. US-ES говорит, что вы не обязательно должны заполнять данную форму, так как она имеет очень мелкий срок действия. Вот, они дают 60 дней. То есть, они говорят о том, что если вы даже подадите эту форму вместе с петицией, она все равно у вас, ну, не знаю, как сказать, срок годности пройдет, и, скорее всего, вам придется опять эту форму заново подавать уже перед интервью. Вот так вот они насчет этого говорят. Ну, в общем, дают 60 дней. Но я в то же время просмотрела рекомендации CDC, потому что CDC это очень тоже важный орган в Америке, вот, который контролирует большую часть медицинских вопросов вообще в Америке. И вот CDC говорит, что данная форма годна в течение года. И это, в принципе, правильно, потому что даже вакцинация от гриппа, она действует там год. Поэтому, как так, не знаю, но вот есть такая информация. Дальше. Обязательно ли делать все вакцины или можно получить исключение с правил? Да. Про это немного, ну, мало кто говорит. На самом деле это в технических инструкциях для civil surgeon и вообще для USES прописано. Вот, есть определенный список исключений, которые можно получить. Но почему-то на данный момент все настолько серьезно насчет этих вакцин, что эти пункты, которые, в принципе, записаны в инструкциях, стали просто игнорироваться. Так, например, такой вариант, как, например, беременность или, например, какие-то другие состояния здоровья. Например, человек там находится на глюкокортикостероидах, на каких-то иммуносабресантах, имеет какие-то иммунодефицитные состояния. Вот. Это вполне является причиной, чтобы не делать вакцины. Вот. В этом случае civil surgeon должен в своем репорте, в своем выводе консультационном написать это. И USES дает вам, это называется, waiver, то есть одобрение и пропуск данного требования. Это вполне нормально. Также там указано, что если, например, вы не хотите получать вакцину из-за определенных каких-то религиозных или других соображений, вы тоже можете ее не получать. И это civil surgeon может указать в данной форме, которую он заполняет, и вы тоже имеете право, чтобы получить waiver. То есть, в принципе, есть такие возможности. И вот третье исключение из правил, это насчет вот time limits, то, что я говорила, некоторые вакцины, они являются бустерными, то есть, которые требуют нескольких шагов в вакцинации, чтобы человек считался полностью вакцинированным. Вот. Если человек, вот, например, приходит на прием к civil surgeon, и у него, например, на данный момент сделаны, например, две вакцины от гепатита, а следующую нужно делать через шесть месяцев, поверьте, никто не будет ждать шесть месяцев для того, чтобы вам дать крин-карту, то есть, никто не будет ждать данной вакцины. Вы получите waiver, и все у вас будет хорошо. Также некоторые вакцины можно пропустить и не колоть, потому что в американском законодательстве есть определенный календарь вакцинации, и где прописано, какая группа, возрастная группа нуждается в той или иной вакцине. То есть, также вы можете получить waiver насчет некоторых вакцин. Я это все, я думаю, или вот сбоку как-то добавлю, посмотрю, я только учусь монтажу и вообще всему. Вот. Я попробую добавить это все или сбоку, или же в описании. Поэтому я думаю, это видео будет для вас очень полезным. Также вы можете задавать мне вопросы по иммиграции, вообще про жизнь в Америке в комментариях. Вот. И самые такие интересные комментарии, самые интересные вопросы, которые заинтересуют других моих подписчиков, я сделаю отдельное видео по этому поводу, потому что я знаю, что не все вы хорошо знаете английский язык. Некоторые просто не знают, где эту информацию искать. Вот. Также я дам ссылки под этим видео в официальные источники, в которых я нашла всю эту информацию. То есть, я не смотрела там на какие-то, я не знаю, рекламные сайты иммиграционных агентств. Я все смотрю на английском языке, в официальных сайтах, официальных government offices and organizations. То есть, если, например, этот какой-то вопрос касается здравоохранения, я иду на CDC, я иду на другие государственные организации, которые контролируют полностью вот этот весь процесс в Америке. Вот. Я не смотрю какие-то там непроверенные источники, поэтому ту информацию, которую я вам даю, я даю из официальных проверенных источников. Вот. В общем, ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня, это будет очень мне приятно. Вот. Я буду еще дальше делать видео, поэтому всего вам хорошего. И пока-пока. До встречи. Масный мой свет, ты напиши мне, Слезою дождя, на мокром. Масный мой свет, ты напиши мне, Лесеным лучом на белой стене. Масный мой свет, ты напиши мне,